Есть некий колорит у картины В нем много голубого и зеленого Голубой ляжет в подкладку, как теневой цвет А мы часто начинаем именно с теневого В основном начинаем с теневого Поэтому ты возьмешь голубой, немножко розового То есть легкая фиолетовинка голубого Полностью избавишься от голубого, полностью-полностью Количество краски, которое ты нанесешь на холст Должно быть таким, чтобы мастихину было что придавить Если вот такое происходит, это хорошее количество краски Полностью избавиться вот этим цветиком Можешь чуть больше розового в твоих делах Пока только этот цвет Приховать в разные стороны Подразумевая стихию деревьев В этом пространстве нижнем Штриховать Нарочито по вертикали Подразумевая зеркало Отражение в воде В том числе Усаживаем вот эти настроения Возьмешь себе там немножко, вот там бирюзовый Усаживаем эти настроения Вот так По такой траектории И загоняем в вертикаль Зеркального звучания Чтобы потом В дальнейшем Перерубить творожистым мазком колебаний на воде Да? Творожистым Вот он Творожистости И оно сразу выразит этот эффект Вот эта ветка нас пока вообще не интересует темная Она должна прийти сверху Сверху на дальник Поэтому сначала эффект Похожий эффект создать дальника Штрихуя мастихином вот так Вот такую косматенькость там создать Здесь желтявенькость создать Мало вещества все-таки положила Не проверила мастихином количество На всех этих местах должно было быть движение штрихом То есть не шпатлевкой Заметь Не шпатлевкой Краска сопротивляется Терпко Но вот это нас интересует А вот это на шпатлевкой не интересует вообще Здесь можно шпатлевать Но тогда от края и до края Чтобы зеркало произошло Зеркало отражения Не вот такими лоскутками А от края и до края Ладно? С некоторым чевяком Уложишь Вот ту дальнюю С чевяком вот таким Уложишь вот ту дальнюю зелень Может быть сразу чуть-чуть И легкий намек на отражение Вот уже береговая Правда? Со штрихом Со штрихом Еле-еле касаясь Плоскости Нашвыряешь Зелень Эту Со штрихом Не со шпатлевкой Со штрихом Еле-еле касаясь Поверхностной Такой чирк Накидаешь Здесь накидаешь Голубой и коричневый В темных местах Тоже Со штрихом Нашвыряешь Голубой и коричневый Придет и сюда Вот такое движение Вот такое Вот такое Между ними Будут встречаться Вот такие Цветовые Еще может Какие-то цветовые Будут встречаться А потом все вместе От края И до края Стекло Поверхности Ладно? Давай так Так, для начала Не держишь мастихи Вот здесь Держишь вот здесь Вот хорошее Держание мастихи Возьми по-человечески Покажи Нормально? Нормально Хорошо И вот в цвет Все перемешиваем Получается как Покажи как Вот это вот Вязкое Мне получается Ты недостаточно Замешала краску Это раз Ты не посмотрела Не подумала Над количеством краски Которую ты зачерпнула Это два Терок Смотри Ты как бы только давишь Только давишь Давишь А можно не давить А сделать Чирк Чирк Ну-ка сделай чирк Терок Терок Ну нормалек Раз можно сделать Один чирк Значит можно сделать И серию чирков Серию На-ка Молодец Не-не-не Это уже нормалек Все-все правильно Это нормально Просто оно Одно другого поддерживает Сейчас другой мазок Такой же Третий Четвертый Все вместе Сработают Молодец Все разобрались С этой темой Так Чуть-чуть Вот этой Сининочки Понагнать Это воздух Это туманность Доразмешиваем Красочку Оттуда Они всегда падают Поэтому Либо закреплять Либо не вешать Потому что Вместо того Чтобы писать Приходится Все время Думать о них Ну значит И нечего Крепить Это так На будущее Потому что Нам не должно Мешать Это Не видно Видно Дальний И наконец Кладем Вот эти Настроенные Плашмя Мастихи Плашмя Хорошо Оставляя Вот ту заводь Чтобы там заводь Здесь заводь Разной Толщины Одна вдови Поэтому лузенькая Другая вблизи Подбираешь Цветики И деликатненько Рыхлятинку Рыхлятинку Нарочито Горизонтально Укладываешь Если не Пытаться полностью Повторить его Бессмысленно Потому что Мастихин оставит Некий Произвольный Главное Чтобы они Сложились В нечто красивое Периодически Вытираешь Добавляешь Укладываешь Хорошо Если что Вот там Такое Зеленое Можешь И его Подсунуть Пусть Здесь еще Один кусок Заводи Возьмем И такое Немножко Освещенное Солнце И его Перекроешь Хорошо Что касается Вот этого Питна Коричневый Голубой Плюс Немножко Желтим Моделировательно Вращаю Чтобы Разнообразно Клалось Чтобы Дырочки Эти Оставались Густо Заслонительно То есть Если Там У нас Расшриховано То Здесь Густо И заслонительно И оно Сразу Звучит Если Что Для Маленьких Лепесточков Достанешь Мастихинчик Мелкий Мелкий Лепесточник Поначал Лапе Я Прикорно А маленьким Ты не пользовался Для этого Смотри Лопушистее То есть Не только Вот такое Прикосновение Бывает Не только Вот такое Ну и Кончиком Не напрасно Она Рыбкой То есть У нее Есть Это Закругление К носу Которое Позволяет Сделать Лепестко Образное Прикосновение Ладно Вот здесь Небочка Врывается Картину То есть Сбрить Сбрить Посадить Голубизну Неба Туда Толкнуть Туда А потом Зачеркнуть Горизонталь Хорошо Иногда Смотри Даже Пустой Мастихин Создавая Борозду Делает Убедительно То есть Даже Пустой Просто Создавая Бороздятину Поколебленность Листики Которые Отражаются Тоже Отражаются По вертикали Последовательность Укладки По мере Заслонения Поскольку Нам Предстоит Заслонить Что Сначала Их Укладываем Вот такими Морковинами Лучше Не ходить Дырки Разнообразные Оставлять Такие Немножко Даже Орнаментного Толка Это Красиво Да Веточки Берем Тоже Темнятину Можно Темнятине Добавить Краснятину Чтобы Веточка Имела Собственный Цвет И Вытягивательно Хорошо Прямо Пощупай Причем Смотри Застрила Кисть Взяла Малую Меру Я здесь Похадно Начал Поэтому Посмотри Как надо Взяла Малую Меру И Вытягивательно Хорошо Понасадишь Ну ничего Да нет Ну на самом деле Не так плохо Давай немножечко Вот это Наполним Мутатой Причем Деревья Они Их листва Смотрят Вот по этой Траектории И там Эта Траектория Угадывается Если дерево С этой стороны То по Этой Траектории Ты согласна? Да Ну то есть Приглашай Композиционное Приглашение Происходит Ими Не так В угол Забилось Несколько И даже Есть Некий Мысик С травками С ряской Не только Бугорчик Но и просто Сама Рязка Чвяком Это как бы Удорожает Сам сюжет Саму картиночку Более полная становится Более полная Скажем Ну да Уже не ерундень Какая-нибудь Красиво То есть я по сухому Лучше по сухому Что ты делаешь Не надо Там все хорошо Вот эти линии Сразу может быть Не очень понятны Но потом Когда уже Начинаешь Одну за другой Такие вещи делать Уже Многое Проясняется По отношению К подобным Звуком На воде А где-то И подсмотренность Уже появляется Когда ты У воды Находишься Или рассматриваешь Какие-то фотографии Ты Ага Да Я знаю Как это сделать Понимаешь Потому что Ты пощупала Пощупала Потом уже И знаешь Как это сделать Вот Ну я честно скажу Что я устала Потому что Больше я вообще Ничего не вижу И ничего не хочу Ну и нормально Понятно Что ты старалась Чтобы получалось Поэтому устала А когда А когда Ты эту же тему Десять раз Сделаешь Не блять На эту же картинку А эту же тему То ты перестанешь Уставать Во время ее написания Ну кроме физической Уставости Потому что Ты там получилось Сям получилось И тебе Устать-то будет Негде Не надо Конечно Сразу Начаться С целью Прихода А я что-то Завелась Не за то Мне не хотелось Конечно Завтра Попробовать Портреты Не все Портреты Можно сделать В один раз Далеко Я знаю Я знаю Я могу Закончить Попозже Потом Да Можно Можете Попробовать